Сегодняшний случай стриктуры уретры у мужчины, которому уже 85 лет, связан с тем, что более 20 лет назад ему удаляли аденому предстательной железы, то есть увеличенную предстательную железу с помощью операции, которая называется трансуретральная резекция. Это эндоскопическая операция, когда в мочеиспускательный канал вводятся специальные инструменты, как бы изнутри эта аденома удаляется или вырезается. К сожалению, после операции у нашего пациента развилась стриктура и недержание мочи одновременно. И сейчас он в своем возрасте 85 лет, достаточно активный человек, он хорошо переносит физические нагрузки, он может подняться на пятый этаж без одышки. А вот когда началось ухудшение? Ухудшение началось лет 5 тому назад. Я уже тогда начал искать какую-то возможность это изменить. Этот человек желает избавиться от проблем с мочеиспусканием. Каких проблем? При стриктурах уретры чаще всего бывает затрудненное мочеиспускание или ослабление струи мочи. Вторая наиболее частая проблема – это чувство неполного опорождения мочевого пузыря. Ну и третья – это необходимость часто бегать в туалет, ощущение позывов на мочеиспускание, которые невозможно терпеть. Ну и ночью эти пациенты иногда встают, как наш в частности, там каждые полтора часа, то есть они таким образом лишаются нормального сна. И вот все эти жалобы у нашего пациента есть, и ему хочется от них избавиться. И мы как раз занимаемся тем, что избавляем пациентов от этих жалоб, связанных со стриктурой уретры. Вначале мы очень подробно беседуем с пациентом. Нам важно понимать, чем была вызвана эта стриктура и как развивалась болезнь у пациента, какие методы лечения он получал. Скажите, пожалуйста, кроме турпростаты в 97 году других операций у вас не было в жизни? Дальше после подробнейшей беседы мы проверяем, а действительно ли плохо мочится пациент. И выполняем исследование уродинамическое, мы его называем, которое называется урофлоуметрия. Вот прибор, называется урофлоуметр. Он стоит внизу под этим унитазом, и в него пациент сейчас помочится. Электронная система запишет скорость поступления мочи в этот резервуар и выдаст нам график, который мы получим вот на этом компьютере. Это регистрация скорости мочеиспускания как таковой и вида кривой, которая образуется в результате этой регистрации. Анализируется также количество выпущенной мочи, которое должно быть больше 130 кубических сантиметров или миллилитров. И анализируется форма урофлоуметрической кривой, которая при структурах уплощается, а иногда имеет такой пилообразный характер, когда пациент для того, чтобы преодолеть сопротивление, связанное со структурой, напрягает живот. И поэтому у него скорость увеличивается и выглядит на урофлоуметрической графике как такая пилообразная кривая. Значит, в результате урофлоуметрии мы получили параметры мочеиспускания в цифрах. Максимальная скорость потока мочи составляет 5,5 миллилитров в секунду при норме выше 15, то есть это явное нарушение мочеиспускания. Плюс мы видим форму кривой. Пациент выдавливает животом из себя мочу и при этом достигает очень небольшой скорости. Поэтому по всей вероятности у него действительно имеется стриктура урепра. И мы это сейчас проверим. И мы выполняем следующее исследование ультразвуковое, с помощью которого вначале определяем объем невыпущенной или остаточной мочи, то есть сколько осталось мочи в мочевом пузыре после мочеиспускания. Вот с помощью ультразвукового исследования мы определим, насколько полноценно пациент опорожнил свой мочевой пузырь. И мы вот так вот смотрим и видим, вот эта черная тень, это и есть мочевой пузырь. Вот здесь так, здесь вот так. Мы сейчас это рассчитаем. Да, вот аппарат это делает автоматически, все это рассчитывает. Я вижу, что не очень много остаточной мочи по нашим урологическим меркам. То есть я думаю, что не больше 100 мл. Сегодня УЗИ это не какой-то там отдельно взятый экзотический метод исследования, это просто как часть практически физикального обследования в урологии. Ультразвуковой аппарат это фонендоскоп уролога по сути. После этого мы смотрим состояние его предстательной железы. Особенно важно у таких пациентов, как наш, потому что предстательная железа должна быть не слишком большая. Мы должны убедиться, что не она является причиной проблем с мочеиспусканием. Одной из причин нарушения мочеиспускания может быть большая предстательная железа. В данном случае мы имеем дело с небольшой железой. Всего лишь 20 кубических сантиметров, это как бывает у молодых людей, потому что норма в возрасте нашего пациента 85 лет это где-то 35 кубических сантиметров объем простаты. Мы имеем дело здесь с маленькой железой, она была оперирована. Сейчас она ничего плохого с точки зрения размеров собой не представляет, и по структуре она абсолютно нормальная. Все, на этом мы исследование закончили. Вытираем, пожалуйста, пациента, приводим его в порядок, а мы идем дальше. Мы идем в рентгеновский кабинет для того, чтобы продолжить наши изыскания. Нам нужно, собственно, увидеть, а где же находится стриктура, в каком отделе мочеиспускательного канала, какую она имеет длину. И для этого мы используем рентгеновское исследование, которое называется уретроцистография. Ножку согните в коленке, пяточку под это колено положите, вот так, вот хорошо. Эту ножку выпрямляете полностью и чуть-чуть на меня повернитесь, чуть-чуть, достаточно, хорошо. Уложив пациента в определенное положение для того, чтобы был виден мочеиспускательный канал на всем его протяжении, мы вводим в наружное отверстие уретры относительно небольшое, примерно 30-40 миллилитров контрастного вещества, которое как бы окрашивает или контрастирует весь мочеиспускательный канал и попадает в мочевой пузырь. Да, у него все хорошо с уретрой, кроме, наверное, мембранозного отдела. Что-то вот здесь мне не очень нравится, вот в этом месте, как раз в области сфинктера. Зона наружного сфинктера мочевого, она сужена в норме, мы это видим на рентгенограмме, но у данного пациента, кроме естественного сужения в области наружного сфинктера, имеется и патология, то есть стриктура уретры, которую мы видим на уретрограмме, но не очень отчетливо. И поэтому у сегодняшнего пациента, как и у большинства других, мы выполняем еще одно исследование, которое называется уретроцистоскопия. Это оптический осмотр мочеиспускательного канала с помощью гибкого инструмента, который называется фибро-уретроцистоскоп. Проверяем воду, пожалуйста. Отлично, вода идет. Вот наше место такое узковатое, прямо скажем. Здесь есть стриктура, прямо в зоне сфинктера. Вот оно, это место узенькое. Она белая, видите, все в рубцах. Очень важно, что все исследование у нас записывается в централизованную память, в систему и хранится в едином видеоархиве Ильинской больницы, откуда можно, во-первых, записать для пациента исследование на флешку или на диск отдать ему с собой и в любой момент также его самому просмотреть, в том числе непосредственно перед операцией, для того, чтобы напомнить себе картину того, что мы видели при эндоскопическом исследовании. Мы видим изображение той самой уретроскопии, которую мы только что выполнили. Оно уже в памяти компьютера. Мы можем открыть любую интересующую нас картинку, увидеть ее крупным планом. Вот как раз мы видим здесь зона рубцового сужения, структуры мочеиспускательного канала. Это рецидивная структура луковичного или бульбарного отдела мочеиспускательного канала. И теперь нам понятно, какую операцию мы будем для этого пациента делать. Всем здрасте. Кто анестезиолог у нас? А, сейчас не узнал. Готов пациент, да? Можно двигать его. Я понял. Саш, давай это самое. Где? Здесь. Поехали. Уретральная хирургия – это очень ответственная область реконструктивной хирургии. Здесь нету мелочей. Все очень важно. В частности, укладка пациента. Вы видите специальные подставки под ноги, потому что они очень важны. Иногда операции продолжаются очень долго, и чтобы не было осложнений, нужны вот такие специальные подставки, которые исключают развитие осложнений, как компартмент-синдром, сдавление мышц, нарушение кровоснабжения, нарушение иннервации, то есть чувствительности, двигательной функции и так далее. Чтобы всего этого не было после длительных операций, когда пациент находится в положении ногами кверху, используются вот такие специальные подставки, которые, видите, их можно во время операции хирургу ставить в любое положение, регулировать и так далее. Готовы? Раз, два, три. Отлично. Все. Есть? Все. Мы решили сделать эндоскопическую операцию, внутреннюю оптическую ретроатомию. Оказалось, структура достаточно короткая, но здесь еще проблема заключается в том, что нашему пациенту 85 лет, у него после операции, которую ему сделали 23 года назад, отсутствует внутренний сфинктер, да, то есть мочепузырный сфинктер. Шейка мочевого пузыря у него несостоятельная, вот. И наружный сфинктер тоже работает очень и очень плохо. Координатор, пожалуйста, уретрограмму сюда выведите. О, супер! То, что надо. Мы решили, что для него тотальное недержание мочи, которое у него может быть, может стать большей проблемой, чем его обструкция, то есть его нарушение мочеиспускания, его слабая струя. Поэтому обойдемся пока минимальным вмешательством эндоскопическим. Внутренняя оптическая уретротомия, ну, такая классическая процедура эндоскопического лечения короткой фстриктуры уретры. Она выполняется с помощью инструмента, который называется оптический уретротом. Вот сейчас я как раз начинаю его продвигать постепенно по мочеиспускательному каналу вплоть до начала сужения мочеиспускательного канала. Здесь вроде как проходимость есть, да? До этой процедуры мы тщательно исследовали ход этой структуры, ее анатомию, что называется. И поэтому нам теперь достаточно понятно, как в каком направлении идти уретротомом, чтобы активно и эффективно ее открыть. Сейчас я выдвигаю нож уретротома и делаю первый разрез. Вы видите, что это достаточно такой специфический разрез. Научился я этому у известного эндоуролога профессора Мартова. Я выдвигаю вперед уретротом и не ручкой ножа двигаю его назад, а всем инструментом, таким образом выполняя достаточно глубокий разрез рубцов вплоть до здоровых тканей. Вот еще имеется рубец. Тоже его разрежем. В данном случае понадобится не один разрез. Здесь нам приходится выполнить их несколько. Я продвигаю уретротом дальше, делаю еще один. И мы постепенно продвигаемся в сторону мочевого пузыря. Вот последний штрих, еще один разрез, и мы прошли в мочевой пузырь, который у пациента достаточно нормальный для его возраста. После этого мы выводим инструмент назад, контролируем, что мочеиспускательный канал в порядке, что никаких проблем и сильного кровотечения нет. Ну, струя-то смотри какая. Силикон дай 16. И устанавливаем в мочевой пузырь силиконовый катетер. Почему я люблю ставить именно силиконовые катетеры? Они гораздо меньше раздражают слизистую, вызывают меньшую воспалительную реакцию. То есть они для тканей человека более естественные, чем катетеры латексные. Этот катетер будет находиться в мочеиспускательном канале где-то 3-4 дня. С этого мы его удалим, и пациент начнет мочиться самостоятельно. Нашему сегодняшнему пациенту, как мы уже ранее говорили, 85 лет, и структура у него разлилась после трансулитральной резекции аденомопростата, которая была 23 года назад. Во время диагностики мы нашли короткую структуру в мембранозном отделе уретры. Проблема с такими структурами в том, что они располагаются в зоне наружного сфинктера, и когда их устраняют или оперируют, то у пациентов довольно часто развивается недержание мочи. Мы остановились на выполнении эндоскопической процедуры, которая называется внутренняя оптическая уретротомия. Мы рассчитываем, что с учетом его возраста ему должно хватить эффекта от этой процедуры на ближайшие несколько лет. Будем наблюдать за пациентом. Спасибо.